всем привет с вами славчик я прожил в америке 27 лет и показываю видосы об русских иммигрантах живущих в сша сегодня я хочу вам показать видео которое вы мне постоянно просите вы горите славик покажи нам как быт как тут русские живут где работают что строят в чем живут и вообще чем занимаюсь поэтому сегодня мы поедем посмотрим про русскую стройку вает такие комментарии где пишут что мы тут в подвалах живем мы платим аренду и своих домах здесь никто не живет эту давайте поедем посмотрим как на самом деле здесь живут русские вообще чем они занимаются ну что ребята приехал я на место тут на 1 на одну точку здесь много домов новых понастроили по настрой давайте посмотрим что здесь вообще такое происходит так ну вот здесь мой знакомый хороший вася вася привет я что сюда приехал я хочу что ты мне показал вообще что вы здесь строить именно в этом районе что это за район и кто здесь что построил зачем сколько примерно стоит и вообще все что считаешь в этом районе практически очень много строят русские контракторы давай я буду когда я буду говорить там ну английские слова ты потом в процессе будешь переводить или писать текстом чтобы людям нет говори сразу лучше русского потому что это очень долго занимает окей контрактор это одну подрядчик человек который покупает участок строит дом и продает его или же строит дом и под заказ до заключает договор с заказчиком и строит ему под ключ дом полностью примеру вот это два участка вот это дом и следующий вот это строил один и тот же ну какой вот этот контрактор да вот этот вот их 2 2 уча 2 который да я не который вот и вот эти да вот эти два да и порт и этот это строил один и тот же контракторы в этом люди зашли только в двадцать первом году весной и они еще заканчивали тут и начинали здесь здесь уже тоже это дом заканчивают они я делаю только электрику для этих ребят а напротив этого тоже парень русский парень и это другое тоже стоит русский это который только что подъехал ну-ка пойдем посмотрим тоже строит русский контакт это хозяин приехал хозяин приехал до контракта и придем когда он этот год если ты видишь эту парень он тоже приехал сюда еще мальчиком здесь уже вырос ну как я его знаю он он как в какой-то мере мой родственник получается вот раз-два-три мы уже три дома насчитали еще три дома вон этот серий дом видишь эту серий дом по улице вот это дом с дальней дал дал не то же самое но он уже был построен купил русский парень он его сделал ремонт в нем он где-то его купил за 250 тысяч сделал ремонт продал за 450 хорошо заработать пашок привет так это тебе скоро тут кирпичом будут делать да тебе мой скоро тут кирпичом обкладывать дом а хочешь эти два и тебя потом поснимают вот ладушки вот этот дом тоже стоит тот же контрактор что паши строит тоже который вот этот это уже купили люди это я не знаю откуда они и то ли с хеллоу ссори то ли с ирака то ли с ирана откуда-то оттуда то дом прямо тот большой прямо дом вот тоже это тот же контракт высокий на тот высокий ленте вот в двадцать первом году тоже в него только зашли этот же контрактор строил короче это сергей это паша контракторы строители которые строили а теперь расскажи вот вообще с чего делают облицовку вот я смотрю здесь вот кирпича нет и вообще-то каркасники или это из чего дома делают ну это стены здесь наружные 2x6 шестерка а в наружные стены харди план ну такая планка вот эту вот как вы видите ее ширина также сама то есть это не пластмассовый ссадинг это такое что-то не пластмассовый он на солнце его не ведет он не коробится и он крашеный его можно перекрасить любое время в другой цвет здесь очень качественная покраска к примеру есть дома которые уже 10 лет стоят и они не выгорают ничего ну ну она дорогая а что американцы больше нравится кирпич или все-таки вот такая вот такой верно вообще считается кирпичный дом он как бы солиднее круче но сейчас вот это ну такая мода пошла вот людям больше нравится даже даже не ну не молодым а даже пожилым людям в основном в этом районе могут покупать ну состоятельные люди потому что до дома дорогие и сколько тут дома стоит примерно я не знаю сколько за сколько они этот покупали потому что это тоже русские купили этот дом они переехали с флориды сюда он начал строить этот дом они приехали посмотрели им понравилось и он им уже закончил а этот дом он вот только ну только заканчивает строил он не хотел строить под заказчика потому что так 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 ему проще когда под заказчика ну много нервотрепки и цены примерно сколько здесь сейчас этот дом 700 чем-то продался а уже правону же продан да а то есть он его его же продали а вы сейчас он даже продался ну как продался интересно они сидели в ресторане обедали там с друзьями а рядом за столиком тоже два друга сидели обедали американцы американцы они с между собой там разговаривали этих паша со своими друзьями а американцы услышали что они там ну говорят про стройку про дома ну и этот обратились ним заговорились познакомились и этот американец говорит я ищу дом мне нужно дом сейчас мы свой продали ищем дом говорит приедь посмотри то ты что можно ну да в когда только сейчас поехали ну что после обеда приехал посмотрел все даже не уезжал жене позвонил она посмотрела все продано ну получается реалтеры пять процентов потеряли а он им скинул в эту са ну просто сейчас такое время буквально ну все уходит все что построят все что ремонт сделают все уходит я не знаю наши эре я вот здесь живу уже 19 лет вот марте будет все дома всегда продавались люди строили по 2 по 3 дома за один раз вот этот контракт что строит у него сейчас в процессе больше двадцати домов строит слушай а вот такой вопрос все под под контрактом и и все все считай проданы слушай а вот такой вопрос тут некоторые блогеры вот рассказывают на своих каналах что русские они живут в подвалах нищеброды снимать там какие-то халупы холодные в подвалах вообще купить себе никогда ничего не могут как именно в нашем городе дела обстоят мы живем штат штат виржиния город хорисомбург пример у меня сын женился в 19 лет три года назад он год пожил снимал апартамент там за тысячу долларов это потом я нашел ему участок мы купили участок за девять месяцев мы построили дом он сейчас живет в новом доме в нашем городе которые живут своих домах не в аренде проект практически ну я думаю больше девяносто процентов вот я например ни одного не ни одного ни одну семью не знаю кто живет в аренде у нас здесь вот я пытался думать думаю живут только когда вот продали свой дом и процессе пока строят свой новый дом они берут какой-то а вот так чтобы годами годами десятилетиями живут в аренде у нас дело в том что здесь никого не знаю понимаешь я же тебе говорю что мы здесь живем как бы комьюнити мы друг другу помогаем друг другу подсказываем если взять человека который просто есть просто люди которые приезжают по студенческой визе или получают какую-то рабочую визу им очень тяжело у них нету ни знакомых ни родственников естественно им нужно с чего-то начинать опять-таки если человек с головой тут ну я знаю пример из преднестровья приехал парень вообще никого здесь не было просто познакомился здесь ну так же самое с нашими с русскими он хорошо учился он сейчас работает там у веронина такая этот медицинские предприятия медицинского оборудования и инструмента он он практически где-то лет пять пожил он в нормальном жил этом ренте потом он купил домик свой у нас есть такие как бы районы где на английском языке есть good как его там good starting home дома которые хорошо стартовали начинающих для начинающих да пожил купил такой домик пожил там сейчас продал сейчас вот я меня после этого дома следующий его надо заканчивать вот этот парень тоже строит дом то человек приехал у него никого здесь нет и ну женился естественно двое детей у него уже здесь естественно тесть теща там есть у там жены двоюродные там если родня увеличивается а если у кого-нибудь из нас хоть у одного здесь русскоязычного у которого дом вообще полностью выплачен но полно ну я не буду хвалиться у меня он тоже выплачивается я когда приехал сюда я прожил вот и девять месяцев купил дом за 140 тысяч 30 тысяч я вложил 20 процентов down payment и 110 я брал банки да люди обратите внимание как здесь вот ну драйвей как это заезд как он по-русски называется драйвей то не знаю вот короче вот с бетона вот это парковочное место обратите внимание как идеально здесь все залито а вот я скажу тебе ну если если можно показать ну увидеть этот короче если вот идет уровень дороги да и несмотря на то что большой уклон воды оттуда идет ты должен сделать такой уклон чтобы когда касается дороги у тебя здесь была вот ложбинка видишь чтобы когда вода и она уходила мимо не на дорогу если ты сделаешь на прямую на дорогу будешь переделывать вот так потому что отсюда ну к примеру сейчас зимой у тебя тает снег течет вода на дорогу и на дороге она замерзнет короче для того чтобы на дорогу на на государственную дорогу ваша вода не вытекала ничего тут не смывала то представляете вода будет вытекать и замерзать но что именно хочу сказать что когда я в россии в частных секторах ходил и снимал там делают безобразно они просто бетон вывалят доской вот так вот папа папа и вот теперь посмотрите какой здесь асфальт вот смотрите вот я руку положил видите это потому что расчесывают вот этой специально обыкновенной щеткой которые подметают полы где-то в каких-то там мастерских и посмотрите какой идеальный вот я вам крупным планом покажу в россии я такого не видел ни у кого там как будто насрали кинули бетон доской разровняли и получать какая-то порнография здесь просто вот комар носа не поточ просто идеал а здесь посмотрите здесь пропитали лаком верхней части это моя жена приехал я заберу лампочку а ну давай вот говорят что русские ездят на каком-то говне давайте посмотрим на чем ездит его жена леночка ты в кадр попал в багажнике две или три брала ты лампочки жена мне подвезла скошко да кстати в куске сейчас вот эти круглые люди вот эти знаешь они сейчас там скидка на них хорошая плана пойдем дом здесь посмотреть вон а ну давай обойдем посмотрим сколько тут участок земли именно в этом доме этот участок а у часа сам участок где-то может 0405 так 05 игр это где-то суток 16 пошли 15 нас вот этот 400 ампер сервис счетчики два пенала по 200 ампер от этих это дисконект и от них идет вовнутрь в дом это выход для интернета телефон это телевизор и интернет это идет вон вот это так идет по границе идет линия и вот эту кто-то говорил в америке заборы ставить нельзя он поставили заборы да и ты можешь ставить только это на задней части у передней нельзя ну да потому что если каждый будет городе все что это получится как в россии это внизу пленочка это снимется будет чисто белый это просто такая плена это рыба это муча тут насыпано мой молча подробленное дерево ну да муча на такая она покрасить шикарный здоровый балкон а кстати обратите внимание трава это сады по-английски это это рулонная газонная трава пришли настелили и будет сразу же красиво и вот такой здесь просто офигенный балкон ничего себе да это как две или три квартиры российских да только балкон у них двухкомнатная точно как больше больше здесь больше чем две комнаты я тебе точно говорю не ну двухкомнатная да не трехку трешка трешка запросто ну вот трешка вот зал потом вот две спальни а кухни нету трешка это 50 квадратных метров ладно я не знаю вот здесь вот стоят это а у сайт юниты которые два один для кондиционера кондиционер и печка а чё них воздух почему подвесили у меня на полу стоит так захотел этот хозяин мне так тоже больше нравится ты там внизу можешь обрабатывать все хорошо она удобно пойдем внутрь зайдем видишь получается что это как гостиная здесь идет камин так дальше что сразу же гостиная переходит в кухню да это такой так называемый island то есть остров островок да вот это вот эту как как вот эта доска это будет на следующей неделе привезут этот камень сюда и сколько здесь фалин а тут кухня сразу же вот да вот эта кухня оттуда будет как столовая дана там стол будет просто искать и вкратце сколь сколько здесь квадратных метров сколько спальни сколько туалет я не знаю этот здесь в целом где-то 5000 square feet это где-то четыреста шестьдесят пять квадратных метров это два этажа ну этот и подвал еще финишный там финиш по 465 квадратов сколько спален не знаешь наверху здесь master bedroom ну родительская спальня и там две спальни и внизу две спальни а сколько туалетов 3 как минимум туалетов раз два три 4 4 туалета я приспичило туда и побежал да вот это я сегодня поставил вот это не я сын вот этот фэн пока мы вот это базарили он уже поставил этот фэн и лайт ухты так это чё за комната причем тут ванна стоит мастер не это просто она временную и вот здесь она будет стоять это master bedroom а сюда уже туалет с нее идет вот это около вот это туалет это здесь в углу будет душевая вот это положится плиткой все обложится и будет стеклянная стенка полностью а здесь уже плиткой выложили пол да здесь плитка выложили это ванна как будет здесь чисто такая чтобы посидеть с пенкой в ванне попариться а сюда отдельно просто унитаз тогда еще мне ответ на такой вопрос почему в америке строят как каркасники как россияне говорят из дома из говна и палок они строят так как в россии из бетона кирпичей и все такое вот прямо на на 200 лет здесь тоже есть все зависит какой регион какие штаты в каждый штат это отдельное государство и в каждый штат принимает свои законы и как и но есть законы ограничишь ограничивающие твои действия есть законы рекомендуемые понимаешь ну к примеру ты можешь строить здесь дом бетонные стены бетонный фундамент можешь внутри поштукатурить полностью бетон наружу кирпичом обложить или стак и сделать ты этом у нас в иржинии то это может сделать к примеру во флориде ты не можешь сделать и уже каркасные дома только бетон и поэтому ты должен там сделать все стены из блоков там делают или из блоков ли бетон снаружи делают с . а внутри уже потом у хорошо раз весь у нас все можно почему здесь все-таки делают в основном каркасники, а не из бетона. Дело в том, что, поскольку штат разрешает это делать, то люди делают дома здесь в основном строят, 99% дома строят компании, строительные компании. Здесь такого нету, что мужик захотел и будет строить. Ты можешь строить, но есть свои ограничения. Но это никому не надо. Когда хозяин сам себе строит, многие русские у нас здесь сам себе строят. Даже соседи подходят, они просто спрашивают, они не понимают, не догоняют. Тебе что, это фан? Ты день отработал, а вечером мешаешь на стройке. И по выходным, и отпуску. Зачем тебе это надо? У них свой уклад жизни. Они не понимают, зачем нужно пахать, когда ты взял кредит, не напрягаясь, живешь спокойно, в свое удовольствие, и потихоньку за всю жизнь платишь. Почему американцы строят каркасники, а не бетонные бы дома на 200 лет? Ну, поэтому я продолжаю мысль. Как бы я зашел издалека. Вся суть в том, что им строить дешевле. Строительным компаниям строить вот эти каркасные дома намного дешевле, чем если ты будешь строить бетонные дома, с блоков дома. Это в два раза дороже, больше времени занимает. Я могу тебе поехать, есть компании, которые, у них 35 штатов, они работают, строят дома. Ну, есть такая компания у нас. И я могу поехать вам показать. Они дом, вот такой дом собирают за день. Полностью. Вот. Приходишь, фундамент. А тут к вечеру все с крыши стоит, и фанерой все забито. У них все, они заготовки привозят прямо с завода. Все, стены подняли, подняли, слепили, скрутили, сбили. На следующий день еще прошли, все поправили, все, давай, делают электрику, водопровод. И деньги, самое главное. Потому что это дороже будет. А то все дешевле. А что-то, ну, ребята, ну, везде ж так. И в России так, и у нас здесь так, и в Америке здесь так. Каждый хочет заработать. И если закон позволяет, почему бы нет? Я первый год, когда приехал в Америку, мы строили один дом, и был такой косогор, как вот здесь, косогор. И как бы задняя, боковая и задняя часть полностью, подвал засыпался, стена была с блоков, и засыпался полностью, вот полностью засыпался. Они снаружи, вот снаружи, просто поштукатурили, вот тоненьким слоем штукатурки, там буквально 5 миллиметров, и водоэмульсионкой покрасили, и сохранили банку, потому что на водоэмульсионке написано, что это можно, ну, как waterproof, водонепроницаемая для наружных работ. И все. Он знал, заведомо знал строитель, что этот дом будет протекать вода, ну, влага будет, и в подвале будет, дождь пройдет, в подвале вода прям стоит на бетоне, просачивается вода. В суд на него подали, он суд выиграл, он, вот, потому что закон разрешает, он все сделал по технологии, а почему там вода, его это не волнует. Иди судися с компанией, которые, ну, с местными властями, которые разрешили его домуэмульсионкой мазать снаружи. Ну, это такой, ну, строительный, ну, можно сказать просто бессовестный. Вот этот строитель, который, в доме, в котором я стою, он в жизни это у себя не позволит такое сделать. Ему все равно там, где какие законы, он все сделает на 100% гарантии. Вообще, как бы, я от себя хотел добавить, вообще не совсем то хотел, я хотел сказать, чтобы он сказал, чтобы Василий сказал, что именно дело еще в бабках. Я понимаю, что, да, строители хотят заработать, но дело в том, что если здесь будут дома строить из бетона, кран вот это надо все, вот это все это массивно, все это огромное, все это стоит огромных денег. И тогда дом будет стоить намного дороже, чем каркасник. А все-таки эти дома рассчитаны не на миллионеру, а на обыкновенных людей, на рабочих, которые, ну, средние примерно, середняки, может быть, чуть выше. Если здесь будут бетонные дома такие шуровать прямо, все массивно, они будут тогда стоить уже за миллион долларов. А это уже не каждый себе может позволить. Поэтому здесь идет расчет, чтобы был большой, теплый, просторный дом, но по карману среднему человеку. Я правильно говорю? Все очень просто. Строят с того материала, и такой фасад, и такой стиль. Все диктует рынок спроса. Есть спрос, делают только... Какое оно-ка там качество, какой материал, нравится кому не нравится, никого не волнует. Он строит, есть спрос. Вот я с этим контрактом работаю. Он уже отработал свои варианты, когда он знает, что любой дом, который он строит, он его тут же продает. И все. Вот все. Но если для себя вы строите, и вы хотите именно бетонный, ради бога, бери и строить. Правильно я говорю? Конечно. Вот и все. Строить, какой хочешь. Какой хочешь, хоть я не знаю, хоть золотой кружкой его обсыпать. Все дело в бабках. Поэтому в России основная масса... Так же самое ты можешь сам строить, так же самое ты можешь нанимать, чтобы тебе строили компания. Кошли. Коронавирус сейчас меня отобили. Если ты будешь строить по-русски, то без штанов останешься. Кишка тонка. Вот. Это для миллионеров. Но мы же не миллиардеры. Поэтому... Вот эту, Славик, заходи сюда. Это будет комната. Просто вот с туалета это кладовка. Нифига себе кладовка. Ну, где будут папа и мамы вещи. Вот так по кругу будут полки и вот эта кладовка. Это типа шифонер встроенный? Ну, да. Это встроенный шифонер. Видали, да? Встроенный шифонер, как половина квартиры российской. Так вот поэтому, ребята, в квартире... Большинство россиян, большинство, большая часть живет именно в квартирах, в маленьких. А в Америке, в одноэтажной, люди живут в своих домах. Пусть он из говна и палок, но зато площадь у тебя большая, дом теплый и на твой век хватит. Смотри, Славик, ты выходишь со спальни, да? Ну. Вот у тебя еще один туалет. Вот просто будет раковина и унитаз вот маленький. Можешь сюда снять. Ну, ладно, тут все равно ничего не понятно. Вот здесь будет раковина, здесь будет еще унитаз маленький. Это тот, это как гостевой туалет, когда гости приходят, они там. Здесь вот отдельно называется пентри. Это кладовка для кухни. Здесь будет так же само столешня и кабинеты, и здесь еще полки будут такие. Ну, для кухни, все, все, что нужно для кухни. Посуда, все, все, все здесь. Это оно рядом с кухней. А сюда уже будет, вот это ты заходишь с гаража, отсюда с гаража заходишь и вход туда вниз, в подвал идет. Здесь вниз подвал. Здесь ты вот зашел с гаража, здесь раздевалочка. Вот, кстати, всегда говорят, что когда ты заходишь... Это фишка этого контрактора. Их два контрактора таких строят. Они каждый раз делают, ну, крутят как хочешь планы, но вот это, это их фишка. И когда приходят покупатели, и когда заходит хозяйка, и сразу вау, thank you, что ты это сделал. Потому что в основном в Америке заходишь сразу в зал. Вот у меня тоже проблема, у меня нет, где обувь, я тут вам, пожалуйста, и обувь снимай, и одежду вешай. У меня такого нет. Это ландри. Ничего себе ландри. Это комната прачечная. Прачечная, да. Здесь вот заходишь, здесь будет стиралка, сушилка, потом здесь еще кабинет будет вот такой. Здесь будет отсюда вот это. Здесь еще один будет этот холодильник экстра. Ну, как морозильник, холодильник. Ну, и все эти кабинеты для этого. Здесь тоже столик будет. Еще один кабинет здесь будет. И тут раковина будет такая, как бы, ну, как бы для хозяйственных нужд. Тряпки постирать, все такое, такая большая, глубокая раковина. А давайте-ка гараж посмотрим. Мне гараж интересен. Гараж заставлен еще. Все в процессе. Как Вася говорит, гараж. Ну, как гараж. Ничего себе. Гараж, блин, наполовину больше, чем мой. Вот у меня гараж маленький, отчего я очень сильно страдаю. Смотрите, какой огромный. Да, и здесь тоже очень удобно, что в гараж заходишь, у него здесь такая кладовочка. Здесь, ну, столик поставить, все такое. Такой дом в Нью-Йорке будет где-то миллиона два стоить, если не больше. Ну, два нет, ну, полтора будет. Какого я тебе говорю? Ну, не знаю. Может быть. Я там не бываю. Я вообще, ну, как. Я не терплю мегаполый лес. Я люблю призимистую жизнь здесь, на земле. Пониже. Ну, не то, что люблю. Чем проще, тем лучше. Дело в том, что, ну, как. Это принцип электрика. Электрик и живет, и работает по принципу, ну, наименьшего сопротивления. Давайте мы еще в подвал все-таки сбегаем. Посмотрим, что в подвале. Все-таки он меня заинтриговал с подвалом. Ой, ё-моё. Ничего себе. Вот это подвал. Это, ну, по-американски называется плей-рум. Это для детей, комната, где они играют. Ничего себе подвал. Вот это здесь. Вот этот пол, это просто такой, этот, как линолеум, только, ну, вай, плитки такие по 6 сантиметров. Очень короткий, но он с утеплителем. Ничего себе. Так, со светом не раз. Вот эти, наверное, выключатели. Да, и эти тоже сюда. Посмотрите, ребята, какой объем. Вот где бы вы хотели жить? В благоустроенной трешке? В бетонной панельке какой-нибудь? Или вот в таком доме? Пусть даже из говна и палок. Теплый. Вы учтите, что эта стенка 6-дюймовая с утеплителем. Заменяет вам полметра бетонной стены. Она такая же теплая. Здесь подвалит свой туалет. Ванна. Это вот ванна, там унитаз. И здесь тут раковина будет. И кладовка для всех туалетных принадлежностей. Ну, тоже идет процесс, еще и не закончено. А здесь он оставил так чисто, ну, как utility room, ну, хозяйственная комната. Здесь два пенала вот эти. 200 ампер брейкера. Это моя работа. Это сам отопитель. Это отопитель. Да, два юнита, которые отапливают и охлаждают тоже. Внутри, а те два наручные. Тут и кондиционеры, и отопление все в одном. Да, и кондиционеры, и отопление все вместе. Этот дом, весь вот эти наружные стены, они вот такой ширины, если видно, да, 8-меньший, они, этот бетон, вот все полностью, подвал полностью, все наружные стены. Литой бетон. Литой бетон. Полностью ставят эти формы и заливают монолитом арматуру. Все из-за... Поэтому, ну, здесь дом очень, как считается, крепкий. Это просто вытяжка, вот эти, обратка для юнитов. Здесь вот одна комната. Еще не все лайты закончены, да, здесь тоже. Здесь кладовка. Двери сняли, они красили, еще двери не подцепили. В каждой комнате должен быть смог детектор, это, ну, противопожарный, вот. В каждой комнате и при выходе с комнаты. Это правила такие. Вон, наверху тоже. И здесь тоже еще одна спальня, еще один. Кстати, подвал здесь, смотрите, здесь подвал выходит на улицу, то есть он не под землей в этом месте. И все. И здесь с этой стороны выходит он на улицу и следующий участок. Здесь вот выход это на улицу, с подвала. Выходишь на улицу. И все, и с этой стороны, вот он, два этажа дом. А на ту сторону, как ты видел, вот он снимал этот. Что? Ну, бак этот, порч, задний. А, порч, балкон. Да, балкон. Ага. Вот он, балкон. Да. И вот так вот. Мне бы такой балкон, это, ребята, там такую можно гулянку устроить, это вообще капец. Я тоже такое хочу, слушай. У меня, конечно, дом говно. Надо мой дом продавать, мой сарай, и строить себе нормальный дом по-человече. Так что скажем, Вася, большое спасибо за эту экскурсию, за информацию, которую он нам предоставил. Но я сейчас побегу через дорогу, с Пашей поговорю. Паша, привет. Все, до свидания, спасибо за внимание. Что не так, извиняйте. Ну, что, ребята, давайте к Паше сходим. Пашок у нас молодой. Он, по-моему, 89-го года рождения. Это ему сколько лет-то? Чуть больше 30. И вот он уже себе вот такой дворец отгрохал. Давайте сейчас мы его найдем. Вот на таком он ездит в Форде. Кинг Рэндж. Красавец какой. И сейчас мы его будем искать. Короче, ребята, нашел я Павлика. Павлик, давай расскажи нам, сколько тебе лет, откуда ты приехал, что ты здесь вообще строишь. Мне и моим зрителям очень просто интересно. Потому что, как я уже неоднократно говорил, что все русские в комментариях мне пишут, что все русские в Америке иммигранты живут в подвалах. Вот расскажи, в каком подвале живешь ты? И, ну, по порядку, вообще. Тебе сколько лет? 32 года. А, тебе 32 года. И ты уже, получается, что вот это за здание? Ну-ка нам расскажи. Ну, строю дом себе. Себе, так. На семье, да. И теперь вот, ну, ты его строишь себе, ты, в смысле, ты занял деньги в банке или у тебя за наличку строишь или как? Если не секрет, конечно. Я тебе буду задавать вопросы. Если на какие-то вопросы ты не хочешь отвечать, ты это говори. Это вопрос мы опускаем. Потому что я не люблю людям залазить в душу, спрашивать особенно финансовые какие-то дела. Но нашим зрителям очень это интересно. И поэтому я задаю вопросы. А ты уже хочешь отвечай, хочешь не отвечай. Часто я в банке взял, я занял деньги. И свои уже сбережения есть. Так что, ну... И ты строишь именно сам своими руками? Или ты что-то делаешь сам, что-то нанимаешь? Нет, я занимаюсь грузоперевозками. Вот. Свои. В Америке называют траки, фуры, грузовики у нас. И не хватает все в одни руки взять, чтобы и дом строить себе, и... Так что я нанял генерального застройщика. Наши? Наш, да. Русскоговорящий. Местный. И договорились с ним, обсудили сцену. Нюансы дома. Там все прописали контракт. И вот он взялся строить. Ну, а теперь хотя бы немножко расскажи. Я смотрю, здесь просто огромный здесь такой потолок. Просто высоченный. Вот. Это что у тебя здесь? Это типа гостиная такая? Если кратко рассказать, то здесь планируется зал. То есть вход в дом. Вход в дом. Как в Америке называют. Данин рум получается. Ну, как бы столовая типа. Но мы ее пользуем. Планируем полчаса диванчики поставить. Телевизор. Отдыха одна из. А здесь планируется вот кухня. Вот. Кухня. Такой остров получается. Шкафы. А здесь уже будет как бы столовая. Вполне места хватает для того, чтобы посадить приличное количество людей. А высота потолка здесь у тебя сколько? Где-то 6,5 метров. А скажи, пожалуйста, сколько у тебя примерно вот, ну, площадь дома, там, первый, второй этаж вообще? Вот вся площадь. Жилая площадь 5,5 тысяч скверфитов. Так, сразу же говорю. 5,5 тысяч скверфитов это больше 500 квадратных метров. Это 550 примерно, плюс-минус. И плюс еще как бы, ну, как бы два гаража, это примерно вообще площадь как бы дома. Вместе с гаражом? Да, да. 650 квадратных метров. 650 квадратных метров. Да. Ну, приличный домик здоровый. И сколько у тебя, два этажа выходит или три все-таки? Ну, как бы три, в принципе, получать. Слушай, я вот смотрю, у тебя здесь в стенах утеплитель, это для чего? Межстеночные перекрытия, что это? Ну, если говорить именно за стены, которые межкомнатные, то это стекловато, чисто шумоизоляция. Это не утеплитель, вот. Шумоизоляция между комнатами, между, допустим, туалетом, спальнями, залом, чтобы все-таки... Ты везде делаешь шумоизоляцию? Да. Если брать наружные стены, то я вот человеку доплатил 4,5 тысячи долларов за пену. Он мне задул пеной стены, все наружные стены задул пеной. Это 4,500 обошлось. И как по контракту нашла стекловато. Все-таки, ну, пена, она как бы задувает все щели, и все-таки уже будет более... Дом теплый. Да, надежно, тепло. Так, и тут у тебя какой-то просто супер-шмупер-пупер какой-то огромный балкон. Да. Здесь, как бы, ну, мне нравится. Крытый такой, скажем, балкон. Вот. Нужно будет дома довести. Вот. И дом у тебя будет обложен. Да, вот кирпич купили. То есть, я хочу у тебя конкретно спросить, потому что очень многие со мной спорят, говорят, что это не кирпич, что это имитация кирпича, то, что вы обкладываете дом. А на самом деле это что? Под кирпич лежит, настоящий кирпич, вот, в пол кирпича, только он будет дома обложен полностью без всякого садинга, там, и я приверженец кирпича. Я тоже самое. Так что это никакая не имитация. Нет, это не плитка, никакая не имитация. Какая у него примерно ширина? Можешь рукой показать? Вот, примерно 10 сантиметров. 10 сантиметров кирпич? Ага. Все, понятно. А ну-ка, давайте, чтобы я тут не грохнул. Тут все прикручено? Вот это. Аккуратно слайд, смотри. Ага. Пойдешь. Видали, да? Подписчики останутся без... А? Подписчики останутся без... Да. Такого... Без репортажа. Да. Слушай, а внизу у тебя что там вот это? Что это такое? Там вот планируем, смотри. Нет, там что-то, какой-то материал у тебя какой-то растерянный. А это вот, получается, как говорится, называется аппетит приходит во время еды. Ну да, это да. Вот. Здесь как бы решили мы дорожку залить. Ну как бы как, не залить, а подмет, в фундамент заливаем, короче. С кирпича ступеньки сделаем. Здесь такую еще площадку, как бы. Здесь видишь, перепад земли. Земля такая вся у нас здесь неровная, горисная местность. Ну да. Там одна высота, здесь на 2 метра ниже уже. И здесь уже ступеньки будет делать, залили фундамент под них. Там стену сделаем, здесь как бы планируется плиткой сделать. Как бы все как бы красиво. А, то есть там у тебя будет какая-то бетонированная площадка, да, внизу? Ну там думаем плиткой сделать. Да. Тротуарной, уличной плиткой. Ну, это просто будет супер. Да. Я обязательно к тебе приеду еще раз. И когда у тебя уже там что-то здесь будет более-менее понятно, я обязательно тебя поснимаю. Ребята, все-таки я решил в руках подержать кирпич, потому что много очень таких людей, которые не верят. А, все это ерунда. Вы сейчас на клей тут какую-то имитацию пришпандорите и будете людям по ушам ездить. Оп, а это что у тебя тут за заезд? Ничего себе. А это что такое будет? Ну, как я говорил ранее, что у меня как бы 2 гаража получается будет. А, один гараж у тебя оттуда. А другой у тебя гараж здесь? Да, на 2 машины здесь. Ребята, посмотрите какой красивый дом будет. Ну-ка давай туда, пошли. Слушай, да ты тут. А какой у тебя участок площадью? 30 соток. 30 соток? Да. Так у тебя тут что, акр что ли? Нет. 0.7 акра. 0.7 акров это 30 соток земли, ребята. И мы, и он живет в городе. Вернее, пригород. Это недалеко от меня. До центра, до любых магазинов. Сколько тут? Минут 6, да, ехать? Максимум 10 минут. Поэтому мы ниже, он не живет где-то там, в заголосе каком-то. Это очень приличный, хороший район. Вот уже на улице стемнело. Ну-ка, давайте все-таки в руках, в руки возьмем кирпич и пощупаем, что это вообще такое. Мне очень нравится темно-красный кирпич. Вот хочу положить с черным внутренним швом. Думаю, что будет хорошо выглядеть. Темно-красный кирпич, черный шов, черные окна, черная крыша и черная, ну как бы, как они называются, косики. Косяки? Вокруг кокон? Вокруг не вокруг окна. Рамка, рама вокруг окна. Да, и крышу подшивают. Сафит? Сафит, да, по-моему, где сафит называется. Ага. Откосы, да? Ну я не знаю, я же не строитель. Короче, да, в Америке называют сафиты. Черный сафит закажем. Это который идет вот тут снизу под крышей. Да, черные жалоба. Ага, черные жалоба. Дай я попробую этот кирпич показать, потому что сейчас солнце. А, ну вот, вот смотрите, кирпич довольно-таки тяжелый. Вот такая его будет ширина. Так что если кто-то там будет писать хрень всякую, не надо мне такое фугло писать. О, кирпич завезли. Так что все нормально. Четвертая часть кирпича. А, четвертая. А почему кирпич сейчас? Недорогой, это получился по 40 центов. По 40 центов штука. Да, но мы сколько искали, 60, 70, доллар, доллар 20 за штуку. Как бы, ну, довольно-таки хороший кирпич. И цена, это как бы, как в Америке называют его оверсайз. Как бы это из больших кирпичей. Ага, не маленький. Да, есть еще узкий получается. Как бы, ну, дом большой, узкий кирпич будет некрасиво. Ты живешь в аренде, ты снимаешь какую-то комнату в подвале. Нет, не снимаю. А что у тебя? Живу с родителями в данный момент. А? Живу у родителей в данный момент. А, пока ты строишься. А до того, как ты начал строиться, ты где жил? У меня был один дом. Который ты купил? Стал тоже. Строил, этот же застройщик мне строил другой дом. А, вот. То есть в подвале ты вонючем, вонючий подвал ты не арендовал себе? Нет, вонючем подвале не был, нет. Ни разу не жил. Есть такое вот понятие, волкаут бейсмент в Америке, да? Да. То есть подвал с выходом на улицу. То есть у нас, допустим, дом, сейчас где я живу, дом как бы на два хозяина получается, постройкой такой, да? То есть этаж, он, если на дом посмотреть с одной стороны, как бы одна этажная, с другой стороны два этажа. Вот мой этаж, как бы цокольный этаж, скажем так вот. Там, где сейчас я проживаю. Нет, а до того, когда ты от родителей ушел, когда, ты говоришь, ты у тебя был... Ну, я жил, я жил, когда был неженатый, жил с родителями. Так. Женился. Мой отца был дом большой, мы вместе его как бы строили. И в данный момент я у него живу. Так что, ребята, Паше скажем спасибо за экскурсию, которую он нам тут маленькую провел. Я обязательно к нему еще раз приеду, когда здесь более-менее будет уже такое что-то похожее уже такое на более-менее чистовую отделку. Посмотрим, как у него продвигаются дела. Ну, а с вами, как всегда, был Славчик. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. До следующей встречи.